Всем привет, с вами снова Юлиан и это канал RSI School Models. Продолжаю сборку своего 3d принтера Zavmax Pro. Сегодня самая ответственная часть сборки принтера, а именно установка и подключение всех электронных комплектующих. Видео скорее всего получится длинным, очень информативным, но в данном случае никак по-другому. Но начнем с платой и дисплея 3d принтера. Необходимо все это тело проверить, первоначально настроить. Далее будет очень много работы по самому дисплею, но об этом будет чуть позже. То есть, что сейчас нужно сделать на данном этапе? Это подключить питание к плате, то есть берем блок питания, который мы заранее заказали, подключаем сетевой провод к ранним контактам. Тут все подписано на самом корпусе. Вот видите, это сеть. И далее подключаем два провода к плюсу и минусу. Я использовал провод 14WG силиконовый. Минус, плюс. Минус, плюс. Подключаем к плате вот к этим контактам, к контактам питания. Далее, что необходимо сделать? Установить драйвера на нашу плату. Но будьте внимательны, как устанавливаются эти драйвера. Как видите, все драйвера у меня установлены таким образом, что подстроечный резистор, вот этот маленький, смотрит в правую сторону. Вот только так и никак иначе необходимо установить драйвера. Пока на этом этапе сборки не устанавливаем радиаторы на драйвера для их охлаждения. Возможно, еще не раз придется настраивать ток драйвера. А если мы установим радиатор, то это будет не так уж удобно и делать. Итак, установили мы драйвера. Теперь необходимо настроить ток драйверов для каждого мотора. Как это делается и что нам потребуется? Итак, нам потребуется какой-нибудь более-менее вменяемый тестер с высокой точностью измерения напряжения, желательно до сотых, а еще лучше до тысячных вольт. Что мы делаем? Подключаем минусовой щуп к минусу нашего блока питания. Это можно подключить или к плате, или, допустим, подключив щуп именно к блоку питания, к минусу. Теперь нужна будет железная отвертка, но это чисто для нашего удобства, а так можно использовать и любую обычную отвертку. Прикладываем отвертку к подстроечному резистору нашего драйвера, подключаем в сеть блок питания. Не обращайте внимания на то, что у меня дисплей загорается уже, марлин прошит, зав, все дела, потому что я плату проверял, тестировал. При первом включении у вас дисплей просто будет в лучшем случае моргать, а скорее всего вообще не будет загораться. Итак, чтобы настроить нужный ток на драйверах, прикладываем отвертку к подстроечному резистору, на него кидаем, на отвертку кидаем щуп тестера, и необходимо выставить напряжение для драйверов осей Y, X и Z, напряжение 0,68 вольта. Потихоньку подкручиваем переменный резистор, переменный резистор, по часовой стрелке я подкручиваю, чтобы увеличить напряжение, и аккуратненько устанавливаем напряжение 0,68. Так, еще немножко. Ну вот, 6,8, то есть 0,68. Точно такое же напряжение устанавливаем на два последующих драйвера для других осей. А вот на драйвер мотора экструдера, он у нас последний, необходимо установить напряжение 0,95-0,96 вольта. То есть... Ну вот, оставим... Нет, немного больше. Вообще получается 0,96. Ну вот, все, драйвера настроены. Теперь переходим к прошивке самой платы. На данном этапе необходимо прошить плату и загрузить в библиотеку для дисплея, чтобы убедиться, что все работает, что дисплей показывает, что плата работает, и только потом приниматься уже за распайку самого дисплея. Его необходимо будет отпаять вот от этой платы, и также припаять слот для SD-карты. Итак, сейчас мы примемся за прошивку, но тут есть один очень такой курьезный момент. Одна такая недоработка со стороны производителя этих плат, на которой очень много людей попались, ломали себе голову в течение недели, очень потратили много времени, и я также немного проковырялся, наверное, более часа потратил своего личного времени, пока не написал Алексея, и он мне не скинул схему подключения дисплея к этой плате. После того, как начал прозванивать шлифа, все оказалось, что шлифа, вернее, сами коннекторы под провода шлифа запаяны в зеркальном отображении. Если подключить их так, как предусмотрено производителем, то есть подключать сами шлифа коннектора, так, чтобы он подключался нормально, с салазкой в прорезь, дисплей моргает, дисплей не показывает. Поэтому что мы делаем? Вот, как видим, насильно можно просто вот здесь немного откусить кусачками, чтобы проще было подключать. Вот так ломаем коннектор и подключаем коннектор наоборот, то есть салазкой не в прорезь, а наоборот. Коннектор войдет, то есть его немного прижимаете, и он входит, несмотря на то, что вставляете шлиф неправильно. Только в таком положении дисплей после прошивки и установки библиотеки будет показывать. Если подключите лоб в лоб, то дисплей ваш показывать не будет. Итак, принимаемся за прошивку платы. Залью тестовую прошивку для того, чтобы чисто все проверить и настроить. Далее уже в следующем видео буду устанавливать самую крайнюю версию прошивки Marlin для 3D принтера Zavmax Pro. Ну и, собственно, покажу все нюансы по настройке 3D принтера. В комплекте с платой также идет кабель USB. Подключаем в нужный коннектор и далее подключаем провод к USB вашего компьютера. Плату также можно сразу подключить в сеть для того, чтобы ее запитывать. Иначе питания от USB может не хватить, чтобы ваш экран после прошивки загорелся и заработал. Хотя это не так уж сильно важно. После подключения к компьютеру плата должна определиться как USB сериал порт. В данном случае у меня COM44. Теперь необходимо будет прошивка тестовая для Zava. И также нужна будет в архиве библиотека для дисплея. В общем, и прошивку, и библиотеку я добавлю в архив и залью на какой-нибудь файлообменник. Ссылку оставлю в описании под видео. Так, запускаем Marlin. Должна быть установлена Arduino 1.6.8. Вот. И что вам потребуется? Во-первых, настроить. Выбрать порт. В данном случае у меня COM44. Процессор от Mega2560. Плата Arduino Mega Ormega2560. Программатор оставляем по умолчанию USB ICP. Далее заходим в скетч. Выбираем подключить библиотеку. Добавить в библиотеку. И добавляем библиотеку в архиве, которая у нас будет скачана для дисплея. Так, вот. Папка 3D Print. И вот добавляем эту папочку. Ага, библиотека у меня добавлена, так как я уже прошивал данную плату. Ну, в общем-то, и все. Нажимаем кнопочку загрузить. Уже после полной сборки 3D принтера я сделаю обязательно видео по прошивке 3D принтера и установке новой прошивки ZAV Max Pro Marlin 1.8, по-моему, сейчас последняя. Все. Прошивка залита. Залито удачно. Теперь проверяем нашу плату с дисплеем. После прошивки переподключаем питание и убеждаемся в том, что плата с дисплеем работает, плата запускается. Все. Убедились, что все работает. Принимаемся за самую сложную часть работы над сборкой 3D принтера. Это подготовить дисплей к установке в корпус. Для этого необходимо будет произвести несколько манипуляций. Во-первых, отпаять его от этой платы, отпаять энкодер от платы. Он нам нужен будет для установки в корпус. И далее сделать правильную распайку. И также необходимо будет припаять внешний слот под SD-карту. Главная задача сейчас снять дисплей от своей так называемой материнской платы. Для этого необходимо отпаять вот эти все пины. Как это сделать? Самый обычный, самый простой способ это использовать вот такой приборчик, который называется в простонародье Отсос Петрович. Можно использовать сплав розе, которого у меня сейчас в наличии нет. Добавить немного сплава розе на каждый из контактов. Температура плавления улова станет низкой. Можно просто все это будет нагреть феном паяльным и он легко снимется с контактов. Можно сделать более простым способом, если нет и того, и другого. На наждаке аккуратно спилить вот эту часть контактов на этой плате. Все равно эта плата не нужна будет, поэтому не жалко будет спилить на наждаке вот эти контакты. Тогда просто сам дисплей легко выйдет из этой платы. Только не повредите вот этот резистор на 100 Ом. Он нам еще будет нужен. Я же использую инструмент паяльщика Отсос Петрович. Для этого вначале на каждый из контактов пятаков нанесу обычно олово. Сплав более легкоплавки, который тут и находится. Это 180 градусный припой. Если интересно, то формула вот такая. Я часто паяю таким оловом. Вот так добавлю чуть-чуть на каждый из контактов. После этого заряжаем наш прибор и отсасываем олово. За раз может не получиться. Тут еще маленькое расстояние между пинами. Неудобно. Ну, в общем-то, вот так и отсасывается олово. Был у меня когда-то паяльник такой еще советский сразу с отсосом. Очень удобно было использовать. вот так разбалтываем пайку всю и вытаскиваем наш дисплей. Так же необходимо будет отпаять энкодер. Ровно, точно таким же способом. Все, готово. Ну, а на дисплее вот эти пины уже легко извлекаются. Нагреваем. Проталкиваем, выталкиваем. Все, вся гребенка упала. Осталось проверить, чтобы не было соплей на контактах. При сборке и монтаже дисплея необходим будет один резистор на 100 Ом. У меня в наличии обычного такого резистора нет, поэтому я отпаяю вот с этой платы. Он находится вот здесь, где контакты дисплея были. На нем написано 10 и 1, то есть означает 10 и единицы сколько нулей? 100 Ом. Аккуратненько его отпаиваем. Опять же говорю, можно использовать обычный резистор на 100 Ом. У меня просто нет его в наличии. Искать сейчас не буду. Необходимо впаять резистор между вторым, если считать слева, и четвертым контактом. Так, резистор небольших размеров. Я впаяю один конец на контакт дисплея. Вот так. Далее, провод припаяю на четвертый контакт и кину перемычку на другую сторону резистора. Все, готово. Теперь необходимо припаять еще несколько перемычек по схеме, которую я приложу. Это получается, необходимо припаять перемычку между 15 и 20 контактом. Так, 20-й, если справа считать. И 15-й между ними перемычка. Теперь еще одна перемычка от первого контакта на этот же 15-й контакт. Первый контакт и на тот же 15-й контакт. И также потребуется еще одна перемычка от второго контакта на 17-й контакт дисплеем, куда припаян наш резистор. Все, готово. Теперь припаяю дисплей после энкодер и слот под SD-карту. Есть вот такая схема, в которой черт ногу сломит, поэтому я перерисую нормальную человеческую схему для вас, кому будет интересно, и приложу ее к этому видео. Я тут для себя уже повыписывал номера проводов на самом шлейфе для простоты пайки. Итак, приступаем. Вначале займемся дисплеем. Для дисплея необходимо припаять во-первых, питание. Это минус и плюс. Крайний контакт у нас минус. Левый контакт второй плюс. Ну, в любом случае я нарисую схему. Плюс и минус берем с верхнего шлейфа. Получается, первый провод, который отмечен красным цветом, это плюс. Второй провод, это минус. Так, плюс. И второй провод от шлейфа минус. Тут не все нужны будут провода, но после уже ненужные отрежу. Далее, также от этого шлейфа нужны будут контакты. Д-16, Д-17, Д-23. Четвертый контакт, на верхнем шлейфе, Д-16. Д-16. Это у нас четвертый провод сверху. Так, четвертый провод паяем на четвертый контакт дисплея. Следующий контакт, это паяем от платы контакт Д-17. Он же получается у нас третий провод сверху на шлейфе. И также необходимо припаять на следующий контакт дисплея провод Д-23. Д-23 это провод или пятый провод сверху, или шестой провод снизу, начиная от красного провода. Его паяем следующим на дисплее. Все, на этом шлейфе нам потребуется только один провод. Это получается предпоследний или второй сверху. То есть провод Д-35. Д-37 крайний можно вот так убрать. Сейчас мы его обрежем, сразу обрежем, чтобы потом не было путаницы. Эти также убираем. Эти провода на этом шлейфе использоваться не будут. И также вот этот провод не будет использоваться. Их можно сразу коцнуть. Ну или перед тем, как коцать провода перепроверьте себя. Если вдруг вы не уверены, что правильно все припаяли, после подключения этих 5-ти проводов дисплей должен заработать. Можно подключить питание и проверить. Вот. ЗАВ заработал, все отлично. Так, провод Д-35, который остался на верхнем шлейфе, необходимо припаять на энкодер. Это у нас кнопка сама. На энкодере есть два контакта, а есть три. Вот припаиваем к правому контакту. Так, теперь опять же схему приложу полную. Но вот нужно взять вот такой провод, сделать перемычку между нижним контактом и третьим контактом. Соединяем вот этот контакт с контактом с контактом третьим на энкодере. Черный провод от энкодера, как раз думаю длины хватит, да, паяем на минус дисплея. Вот он минус, сюда же паяем этот провод. все готово. Далее для энкодера потребуется нам два провода с нижнего разъема, с нижнего шлейфа. Это контакт D31, это провод D31 и провод D33. получается судя по моей распиновке, которую я прозвонил, третий провод сверху необходим будет. Я его сразу отделю. Два этих оставлю. D31 Так, D31 паяем на средний контакт энкодера. А контакт D33 это у нас шестой контакт снизу раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я его так же отделю. Паяем на крайний контакт энкодера. Также можно сразу проверить работу энкодера и убедиться, что все правильно запаяли и подключили, чтобы потом не переделывать. Так, на кик все работает и по меню также вращается. Отлично. Приступаем к припайке SD слота. Для этого потребуется вот такой слот. Так, вначале для удобства необходимо припаять одну перемычку. Вот по этой схеме мы видим, что нужно от пятого контакта SD карты SD слота припаять на контакт 3,3 вольта. пятый контакт и его припаиваю на второй контакт SD слота. Я, кстати, отпаял разъем, как видите, но это не обязательно, чисто для своего удобства. Тут есть два ряда контактов, они просто заправлены, то есть считаем вот так контакты первый, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Далее необходимо запаять минус на SD карту. Минус у нас также есть на нижнем шлейфе, это также второй контакт, второй провод снизу. Его и припаиваю на минус. Следующий провод MISO, MISO так, у нас идет на провод под номером 50, нижний шлейф, крайний провод на шлейфе. так, его припаиваем следующим. Следующий провод под номером 3, это у нас идет желтый номер к проводу 52, 52, это у нас второй провод. Так, следующий контакт на SD слоте MOSI, его паяем на провод 51, 51 провод это четвертый провод снизу. Так, четвертый провод, его паяем. В любом случае, смотрите на схему. Так, есть. Так, следующий провод CS, это у нас паяется на провод 53, ну и провод 5 вольт в свою очередь паяем на дисплей к второму контакту, где у нас питание дисплея 5 вольт. И еще один провод остается запаять 3,3 вольта. Так, это синий провод, 3,3 вольта и провод 49. 49 это получается четвертый контакт. На этом самая сложная часть по сборке закончена, все припаяно, все подключено. Вроде все подключил правильно, припаял, проверял. теперь все это необходимо уложить в корпус, причем все это аккуратно надо уложить и далее красиво всю эту бороду сложить. Ну, я думаю, что это небольшая проблема. А пока выглядит все это, конечно, страшненько. Монтаж электронных комплектующих начинаю с блока питания 3D-принтера. На дне корпуса 3D-принтера есть специально размеченная область под блок питания, также вот лазером размечена. И необходимо с обратной стороны просунуть винтики длиной 8 мм, ну и в общем-то закрутить вот в эти резьбовые соединения блока питания. Будут у меня такие винтики широкой шляпкой. С той стороны просовываю, с этой стороны закручиваю. Готово. Теперь отключаем дисплей вместе с энкодером от платы. Вставляем дисплей на свое штатное место. Он должен вплотную встать, вот так. И прикручиваем все это дело на винтики длиной от 16 миллиметров. 16-18 миллиметров больше не нужно. Далее берем энкодер и вкручиваем его в панельку. Тут так предусмотрено, чтобы энкодер вкручивался как в резьбу. Единственное, вот эту пластинку надо было не приклеивать мне изначально. Сейчас бы пластинку вкрутил энкодер, а далее пластинку уже вкрутил корпус. А у меня она приклеена. Поэтому придется крутить энкодер вокруг своей оси. и с обратной стороны одеваю пока обычную пимпочку. Далее распечатаю красивую пимпочку с надписью зав. Теперь необходимо установить SD-слот. Для него есть вот такое штатное место. Судя по всему сам SD-слот просто вставляется в натяг в корпус. Он очень плотно входит и не требует никакой фиксации. но разве что можно зафиксировать термоклеем или суперклеем. По крайней мере здесь никакого крепления для SD-слота не предусмотрено. Как я понял. Остается продеть провода в нужное отверстие и их красиво уложить с помощью стяжек. Сейчас уложу и покажу что получится. Теперь устанавливаем плату вверх коннекторами для подключения проводов и вправо разъемом USB. В комплекте есть две вот такие проставки вырезанные на лазере. Это для платы. То есть их используем по прямому назначению как проставки. Винтики используем 10 миллиметров. Они просто ножевую вкручиваются в корпус принтера. и подключаем сразу два шлейфа к платью. Ну и сразу подключу провода питания и пропустил вот через это окошко укоротил до нужной длины ну и понятно что концы залудил. Ну и думаю сразу подключу провода моторов к платье. Это у нас мотор оси X это Y они подписаны. Тут также не стоит перепутать с мотором экструдера на левой стороне. Это мотор X смотрим где подписано на платье мотор X вставляем все провода одной стороной нет разницы допустим красным проводом сюда или сюда просто чтобы все моторы были одинаково подключены чтобы потом не было путаницы. Если что потом сделаем реверс мотору. Далее мотор Y мотор оси Z и остается подключить мотор экструдером. теперь все провода я уложу между собой их закреплю ну а излишки проводов я просуну внутрь корпуса который спрячется за панельками мотора. Провода кстати лучше свернуть косички так как говорят мне они очень нехило фонят теперь необходимо подсоединить хотенд к нашей плате а именно провода нагревательного элемента термистера кулера и также провода концевика оси X но есть одно дополнение в прошлом видео по сборке хотенда я показывал что припаял провода к первому и третьему контакту то есть первому и контакту то что посредине то есть концевик работал в режиме постоянно разомкнут и замыкается соответственно при движении оси X в конечную точку как мне посоветовали лучше переделать на вариант концевик замкнут то есть припаять провода по краям я перепаял провода крайним контактом то есть концевик размыкается и находится в постоянном положении коротко замкнут вот такое дополнение это связано с тем что надежность с таким концевиком в режиме постоянно замкнут намного выше вначале подключаю провода нагревательного элемента термоблока провода оказались немного коротковатые поэтому я их удлинил проводом 18 ВГ кусочком 10 сантиметров концы обязательно необходимо залудить и подключается нагревательный элемент хотенда к плате питания вот к этим клеммам в общем вот клеммы то что посредине подробную подробный мануал по подключению я также приложу в виде картинки или также приложу в архив кому надо для скачки так следующий у нас идет провод термистера хотента провода я также удлинил на сантиметров 20 потому что не хватало родных и наконец я припаял фишку для своего удобства подключается термистер хотенда вот вот в этот разъем первый разъем то есть то что черный в общем как по схеме не имеет значения где какой провод плюс а минус у термистера нет в общем делаем все как по мануалу так следующий провод это у нас кулер обдува хотенда он подключается вот в этот разъем где три фишки справа плюс слева минус верхние два контакта в общем по схеме там все понятно опять же не обязательно припаивать фишки как я можно просто провода напрямую паять к этим нужным контактам паяльником остается провод концевика оси X на плате у нас тут есть коннекторы красные синие зеленые они подписаны X- X- Y- Y- Z- 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 все уже после подключения всех остальных проводов все провода красиво уложу теперь подключу нагревательный стол и термистр стола провода от нагревательного стола я уже завернул в плетенку уже после когда запущу принтер я распечатаю себе кабеля укладчик змейку так называемую лишь шахту провода отмерил нужную длину примерно вот такое здесь будет панелька куда провод будет заходить под нее в общем такой длины хватит кончики проводов нагревательного стола обязательно необходимо залудить так как токи тут будет очень нехилые чтобы не подгорал и и не было потерь подключается 100 вот к этим контактом большим зажимом справа красный провод слева черный готова а термистр подключаем вот к белому коннектору то есть посредине тут три коннектора под три термистра подключаем средний опять же не имеет значения какой стороной какой контакт все теперь необходимо заняться концевиком оси z а он у меня будет оптическим поэтому тут не все так просто как с обычным концевиком механическим кроме того что будет необходим сам оптический концевик будет необходима вот такая запчасть распечатана на 3d принтере которая есть в архиве под в описании под видео она устанавливается вот на это место потому что штатное место тут на принтер рассчитана под обычный механический концевик поэтому вначале прикручиваем концевик вот таким макаром к этой пластиковой запчасти после прикручиваем корпусу используем болтики винтики длиною примерно 10 12 миллиметров прикручиваем с обратной стороны стола их с обратной стороны корпуса вернее все теперь нужно подключить концевик платим в комплекте есть провод и его необходимо подключить в коннектор z плюс обычно механические концевики мы подключали в x минус оптически необходимо подключить z плюс под коннекторами подписано где сигнальный провод где минус и где плюс также подписано и на самом оптическом концевике где у него минус где сигнал а где плюс то есть просто тут следует не перепутать минус у него вот такой в черточку прерывистую этот минус подключается к среднему контакту получается далее идет сигнальный провод он в звездочку вот этот подключается к плате правый контакт ну и питание левый контакт остается напутать что-то здесь довольно таки сложно главное сориентироваться теперь смотрите необходимо сделать шторку под оптический концевик вырезается из пластиковой карточкой ненужный отрезок длиной примерно три с половиной сантиметра для начала ну и шириной там 5 миллиметров скажем я вырезал из черного пластика из старого черного медиатора он свою очередь сейчас я покажу вклеивается в аппендикс портала z в своем первом видео где я собирал корпус этого принтера я показывал что там необходимо сделать в заранее пропил чтобы уже когда начнем сборку электронной части не возникло проблем с приклеиванием этой шторки шторка должна входить то есть этот отрезок вот в эту щель чтобы закрывать светодиод от оптического датчика в общем вот как оно происходит все можете посмотреть здесь между оптическим датчиком видим немного язычок шторки свою очередь шторка вклеена вот в аппендикс вот я думаю вам видно да и эта шторка отпускается вниз вместе с самим принтером и входит специальное отверстие принтера шторку необходимо строить таким образом вернее ее длину именно чтобы она начала перекрывать оптический датчик когда портал оси z почти уже коснулся своей окончательной точки то есть где-то не доходя миллиметра ну скажем там 3 до своей крайне точки вот и шторка уже перекрыла получается видите шторку уже прикрыла оптический датчик если максимум опустить стол он там где-то получается разница в длине да где-то на два с половиной три миллиметра длиннее самой нижней точки портала за даже на 3 миллиметра получается нам вот выглядывает самое главное точно вклеить этот язычок эту шторку я вначале отпустил портал до самого конца намазал суперклеем эту шторку аккуратненько просунул ее и вставил в прорезь зафиксировал в нужном положении ровно посередине отцентровал дождался чтобы суперклей высох после поднял и еще раз зафиксировал закрином ну то есть от не суперклей а именно циклин который не так быстро сохнет вот в общем то и все самое главное ровно центровать эту шторку чтобы она четко закрывала оптический датчик в нужный момент также необходимо установить концевик оси y я этот концевик еще пока не устанавливал устанавливается он вот на это место тут есть две прорези регулировочные под концевик они также есть и с другой стороны принтера устанавливать или на правую сторону или на левую сторону не имеет значения просто откуда будет удобнее вам тянуть провода и откуда не получится короче там и устанавливаем я буду устанавливать на правую часть концевик вначале просуну его на свое место вот так далее потребуется два винтика длиной 15 16 миллиметров не длиннее вставляются они с обратной стороны так чтобы удобнее было вкручивать я сразу прорежу резьбу с помощью винтика винты вкручиваются в концевик ножевую прорезая себе резьбу просто надо заранее так вкрутить и выкрутить чтобы удобнее было сейчас прикручивать в корпус это не могу никак попасть и гаечек сверху не должно быть иначе не будет упираться и тереть об ремень так прикручивается но не до конца вначале потому что сейчас потребуется это понимаю регулировка концевика еще пока просто на два винтика прихватить надо все прихватил теперь необходимо его будет немного отрегулировать в общем таким образом чтобы он срабатывал когда портал практически доходит до своей крайней точки вот так допустим слишком рано чуть чуть вниз вот сработал тут остается буквально небольшое расстояние думаю можно еще уменьшить ход вот все и вот в таком положении уже до конца вкручиваю в него винты чтобы он хорошо прихватился на корпусе так провода пропускаю вот через отверстие в углу далее провода можно пустить вдоль правой стенки и пропустить через главное отверстие где входят все провода или можно более по коротком пути вставить в щель для дисплея как раз из этого провода тогда и не будет видно но концевик свою очередь подключаем вот в средний коннектор синий где подписан минус y минусовой подключая также к минусу и к сигнальному проводу это у нас центральный и правый наоборот вот так так вы не поверите но это практически все осталось буквально по мелочи прикрутить два кулера в корпус для охлаждения на винты 16 18 миллиметров забыл сказать два кулера размером 50 миллиметров и с питанием 12 вольт просовываем провода в отверстие в корпусе и запитывать мы будем напрямую от блока питания не оплаты вот 12 вольт вкручиваем таким образом чтобы они работали на вытяжку из этого отдела корпуса то есть они вытягивали сюда воздух свежий воздух будет проходить через эту решетку в общем вы поняли далее скручиваем вместе красные черные провода и прикручиваем к блоку питания плюс и минус ну а теперь осталось безобразие из проводов аккуратно уложить зафиксировать всеми маленькими стяжечками далее также провода уложить вот в этих отсеках аккуратненько их связать и можно закрыть будет вот вот эти декоративные панельки в общем чем сейчас я займусь за кадром все все провода уложены крышку отсека я закрою уже после полной настройки принтера потому что надо будет еще наклеить радиаторы на драйвера также закрыл панельки передние все красиво теперь смотрится осталось в принципе только сетевой коннектор вставить и прикрутить кончики проводов также залудил обязательно 2 сетевой так ну и провод заземления также прикручу третий сверху получается на этом блоке питания заземления ну вот и все принтер полностью собраны осталось дело за малым а может быть за великим это его настроить ну и запустить тестовую печать а сейчас очень интересного включить ну и проверить что же получилось подвигать осями посмотреть работает или нет я думаю даже в таком состоянии в тестовых режимах должно все работать так принтер завелся так температуру сопла показывает стала показывает так это здесь есть тестовый режим и действия движение по осям движение по оси x так выбираем шаг 10 миллиметров ну что было видно сейчас буду крутить энкодер вы будете смотреть так двигается но уже неплохо так и по оси y также проверим так по оси y также все работает на этой неделе принтер настрою распечатаю некоторые запчасти которых мне не хватает для этого принтера установлю подсветку куплю светодиодной лентой установлю внутри корпуса ну и подключу к блоку питания напрямую ну а после останется сделать для вас видео по полной настройке 3d принтера с нуля а на сегодня все думаю получилось очень длинное видео но что поделать видео будет полезным не только для тех кто собирает принтер зав ну и для любого другого человека который решился собрать свой собственный 3d принтер пока увидимся в следующем видео